Семь тысяч лифтов в разных концах Подмосковья и столицы обслуживает Одинцовское специализированное предприятие «Лифтэк». Обеспечить бесперебойную, комфортную работу вертикального транспорта – задача коллектива. Кропотливый труд электронщиков лёгким не назовёшь. С каждым годом число производителей лифтов увеличивается. Техника сложная. Авторы, как правило, не раскрывают своих ноу-хау. Наладчикам часто приходится самим находить причину поломок. Очень сильно в плане ремонта лифтов нам вредит гроза. К сожалению, последние дома, которые сейчас строятся, и строятся очень быстро, плохо или практически не снабжены системой громоотводов, молниезащиты. И каждая гроза приносит нам очень-очень много неисправностей по лету. Причём таких неисправностей, что некоторые из них восстановить просто невозможно. Просто прогорают полностью платы. Но, к сожалению, пока как-то заказчики на это смотрят сквозь пальцы, скажем так, никого это сильно не волнует. Хотя убытки и они несут, и мы нечем довольно значительные. Для интервью воспользовались короткими минутами отдыха. Когда, допустим, на столе вместо двух-трёх плат, как обычно бывает, 25-30, вот это уже экстраординарное. И приходится как автомату работать. Уже к концу смену практически... Уставшие уже. Уставшие – это не то слово. Прострацию теряешь. Уже делаешь на автомате только. Уже голова сама не думает. Только руки вот так. Сказать, что уж там подвиги мы совершаем, никаких подвигов у нас. Обычная работа. Приходим пораньше, уходим попозже. Да, мы тут по Стариковске приходим с полвосьмого. Уже у нас паяльники включены, осциллографы. Уходим, как сделали, уходим. Работы любимые? Да. Я, в принципе, всю жизнь занимаюсь электроникой. Поэтому для меня это как для рыбы вода. Рыба в воде. Да. Генеральный директор – отчаянный оптимист. Считает, что с вызовами погоды его коллектив справится успешно. Очень много гроза натворил обед. Очень много сгоревших плат, диспетчерской связи, лифтовых. Очень много. Ну, когда заходили в нашу лабораторию, наверное, видели. Это вот все последствия грозы. Справились? Справились, справились. Ну, каждый год бывает. Ну, в этом году, конечно, аномальная погода. Поэтому чуть больше, чем обычно. Но мы готовы. Готовы ко всему. В случае ЧП расстояние для настоящих специалистов не помеха. Каждый мастер имеет водительские права и в дорогу всегда готов. Галина Поликарпова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово». Никогда не бывает.